О том, как не ошибиться в выборе профессии и востребованы ли строительные направления у современной молодёжи, поговорим сегодня с деканом строительного факультета Чувашского государственного университета Алексеем Николаевичем Плотниковым. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Вы руководите строительным факультетом, и может показаться, что вы готовите только тех, кто работает на стройке. Наверняка у вас больше направлений. Конечно же. Ну, во-первых, нужно сказать, что со стройкой все студенты и все выпускники связаны обязательно. Мы работаем именно на отрасль строительства. Но строительство, отрасль весьма разнообразная, многогранная. Конечно же, это прежде всего те специалисты, те выпускники, которые идут непосредственно работать на строительную площадку. То есть главное для нас — это выпуск строительной продукции, то есть завершённые здания и сооружения. Но есть и те, кто работают в проектных организациях, кто разрабатывает архитектурное решение, кто конструктивное решение, технологические. Дизайнеры. Наши дизайнеры также связаны со строительным процессом, со зданием, сооружениями, со стройкой, то есть с окружающей нас средой. Ну, эксплуатация здания — это тоже очень важное направление. То есть здания сами по себе не будут сто лет стоять, образно выражаясь, если за ними не следить, вовремя выполнять плановые ремонты, капитальные ремонты и так далее. То есть отрасль многообразная. Сейчас, конечно, не строительный бум, но всё-таки, даже если посмотреть на Чебоксары, они преображаются, застраиваются. Это значит, что есть запрос на квалифицированные кадры в этой области? Конечно же. Объёмы строительства всё-таки в основном нарастают. Наша республика является одним из лидеров в области строительства. Наши строители отличались и более высоким качеством. Ну, могу сказать, может быть, похвастаться. Есть здесь доля, наверное, большая доля наших выпускников. Наш строительный факультет более 40 лет выпускает специалистов, которые очень много построили. Ну, наверное, половина Чебоксары точно построена нашими выпускниками, ну и во многих других регионах. Хорошее образование можно получить у вас на факультете. Можете об процессе обучения рассказать? Ну, во-первых, нужно перечислить те направления и специальности, которые у нас есть. Самое массовое направление – это выпускники бакалавриата, профили промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение и вентиляция, проектирование зданий архитектурное. Параллельно специальность строительства уникальных зданий и сооружений. Ну и, конечно же, из области искусства, но тоже примыкающее к строительству непосредственно – это дизайн направления. Мы готовим профиль дизайн среды. Ну, у нас многоуровневое образование в стране, как и во всём мире. Ну, конечно, можно работать и после бакалавриата, всю жизнь можно проработать. Ну, выполняя, может быть, массовую такую работу, не очень сложную работу, что тоже очень нужно и востребовано. Ну, всё-таки я хотел бы посоветовать нашим абитуриентам настраиваться всё-таки на шестилетнее образование. То есть после бакалавриата поступать в магистратуру. Магистратура даёт, это ещё два года, даёт навыки аналитического мышления, навыки управления. Ну и параллельно существует специальность строительства уникальных зданий и сооружений. И там сразу обучение идёт шесть лет. Это вот тот срок, который позволяет подготовить наиболее квалифицированного специалиста. Ну и, соответственно, который может рассчитывать на большую зарплату, да? Ну, конечно, да. Конечно, корреляция прослеживается между уровнем образования и материальным обеспечением, конечно же. Строительство невозможно изучать только по книгам. Верняка студенты выходят на практику, на строительные объекты. Конечно же. Начиная с первого курса. У нас есть ознакомительная практика со студентами первого курса. Мы выходим на строительные площадки. Конечно же, нашими партнёрами являются ведущие строительные организации нашей республики. Мы видим, то есть наши студенты, уже сразу молодые, новые студенты видят, как и кирпичное здание возводится, и каркасное здание. То есть практически основной процесс строительный они сразу же видят. Ну и, конечно же, лаборатории. Они тоже важны. Они есть на строительном факультете, где студенты изучают и строительные материалы, их свойства, и компьютерную графику изучают, конечно же. И методы испытания уже построенных зданий, отдельных конструкций. Обязательно практическая составляющая у нас присутствует. А вы сказали, на первом курсе приходят посмотреть, а на последующих что они там делают? Ну, во-первых, практики производственные есть, летние производственные практики. Обязательно на стройплощадке. Ну, вообще, студенты уже в процессе обучения, где-то после третьего курса, уже решают для себя, кем они будут, чем будут заниматься в дальнейшем. Или проектировщиками станут, ну, где нужна усидчивость, может быть, больше. Или будут на стройке работать, а непосредственно руководить строительным производством. Ну, где нужна большая подвижность, активность, может быть, физическая, выносливость в чем-то, может быть. Строительство было, конечно же, изначально мужской профессией, но, тем не менее, и девушки у нас на стройке тоже работают, выпускники. У вас на сайте есть информация, что строительный факультет ежегодный обладатель сертификатов качества подготовки выпускников бакалавриата по направлению строительства. Как вот получается держать марку из года в год? Да, в последнее время практикуется такая форма независимой оценки деятельности вузов, как федеральный интернет-экзамен бакалавра, сокращенно ФИЭП. Во-первых, сочетаем, конечно же, мы теоретическую глубокую подготовку. Наши студенты осваивают и, естественно, научные дисциплины в большом объёме. Это математика, физика, химия. Ну и, конечно же, общетехнические дисциплины, такие как сопротивление материалов, архитектура обязательно, где основы строительной физики изучаются, объёмно-планировочных решений, компьютерную технику изучают. А в последнее время мы переходим на новое поколение взаимодействия с компьютерной техникой, развиваются информационные моделирования зданий, 3D-модели в развитии, в процессе строительства. Рассматриваются всей инженерией, то есть уже наши студенты изучают и это направление, но без него невозможно развиваться в строительной отрасли. Ну и это позволяет в итоге нашим студентам вот по ФИЭБу получать из, ну обычно 10 студентов мы выставляем каждый год на этот экзамен. В прошлом и в этом году статистика такая, что из 10 участвующих 5-6 студентов золотые сертификаты получают и серебряные, и бронзовые, то есть без сертификатов никто не остаётся. Проводится всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ и наши выпускники, их работы, первые места там тоже занимают периодически, ну и без наград ни один год не обходятся. — Строительство — это целая наука. — Ну конечно же. — Ведётся ли у вас какая-то исследовательская деятельность, научная деятельность? — Да, конечно же, да. Здесь я хотел бы отметить то, что в теоретическом, фундаментальном плане также мы развиваемся. У нас есть научная школа, ну название прозвучит, может быть, как-то странно, суховато, но вот название такое. «Стержни, пластинки, оболочки в запредельном состоянии». Может быть, непонятно, что это такое, но вот это теория. Но из теории вырастает практика всё-таки. То есть здесь разрабатываются новые методы расчёта, которые позволяют зданиям, сооружениям стать более надёжными, более точно их рассчитывать. Ну и более прикладные направления, конечно же, также у нас есть. Мы занимаемся разработкой методики автоматического мониторинга зданий и сооружений. Ну и за последние пять лет нам удалось внедрить систему мониторинга, методику осуществления мониторинга, то есть наблюдение за эксплуатацией зданий и сооружений. Это прежде всего уникальное здание, сооружение. Это такие, как в Москве расположенная большая спортивная арена «Лужники». Приходилось бывать на этом объекте, наблюдать за поведением конструкции. Это в Москве также парк «Зарядье» широко известный, подземная часть, которая там существует, тоже с нашими системами мониторинга. То есть вот такие интересные направления. А в Чебоксарах можете назвать при проектировании или строительстве каких зданий участвовали ваши выпускники? Ну, во-первых, в Чебоксарах мы постоянно занимаемся работой по оценке состояния крупных наших зданий. Такие, как театр оперы и балета, дом правительства, ну и так далее. Это и заводы, объектов очень много. Ну, а наши выпускники, конечно же, их уже несколько тысяч, они, конечно же, практически во всех объектах участвуют. И строили объекты, и проектировали очень многие объекты в нашем городе, в республике. Ну, и в других, конечно же, регионах. То есть наш круг деятельности весьма широк. Хотелось бы отметить здесь то направление, которым руководит заведующий кафедрой строительных технологий, геотехники и экономики строительства Соколов Николай Сергеевич. Он одновременно является директором научно-производственной фирмы «Форст». То есть активно ведёт практически по всей стране, во многих регионах производственную деятельность на основе научных исследований по устройствам монолитных буронабивных свай с помощью электроразрядной технологии. Таких организаций, которые владеют этой технологией, по стране немного. Студенты также участвуют в этой работе. У нас действует студенческое конструкторское бюро. Студенты приобщаются к этому направлению, в частности. То есть практически все основные направления у нас развиваются на основе научных исследований. Кроме науки, практики, наверняка ведь есть эта общественная жизнь. Студенты нашей факультеты активно занимаются спортом. И в составе университетских команд по баскетболу, по волейболу. Факультет постоянно занимает призовые места в мини-футболе. Наши ребята активно занимаются футболом. Ну и часто наш факультет в целом, среди всех факультетов, занимает обычно второе место. Ну медики, их очень много, они первые места занимают. Но мы стараемся. Состою в женской команде по волейболу нашего факультета. Еще я хочу отметить, что в этом году мне удалось отлично сдать федеральный интернет-экзамен для бакалавров по направлению строительства и получить золотой диплом. Все это благодаря нашим преподавателям, которые дают знания на высоком уровне. Во время учебы мы выполняем различные дизайн-проекты квартир, гостиниц, ресторанов. Разрабатываем планы парков и дворов. Даже если вы не особо хорошо рисуете, преподаватели дадут вам базовые знания по живописи и рисунку. Благодаря наставлениям преподавателей и спонсированию университетом поездки в Москву я смогла стать победителем Олимпиады «Я профессионал». Еще до окончания бакалавриата я получила возможность реализовать свои идеи на базе Центра компетенций строительного факультета. Это такие дизайн-проекты, как «Дом научной коллаборации», «Точка кипения». Посыпайте на строительный факультет и воплощайте свои идеи. Студистическая весна, наверное, самое масштабное мероприятие в ЧГУ. И мы всегда стараемся придумать что-то новое, интересное, чтобы удивить зрителей и жюри. Среди наших номеров особенно высокую оцениваются такие номера, как танец, оригинальный жанр. И в этом году сильное впечатление на жюри произвело новое для нашего факультета направление – это цирковое искусство. Да, строительство – сложная профессия, но если ты хочешь быть настоящим профессионалом, нужно уметь совмещать несколько дел одновременно. И в данном случае это учиться и готовиться к концерту. Благодаря нашей сплоченности мы не только вместе работаем, готовимся, но и вместе отдыхаем. Если ты хочешь не только учиться по своей профессии, но и провести свои студенческие годы активно и весело, то наши двери для себя всегда открыты, и мы всегда рады принять себя в наш дружный коллектив. Я думаю, что в этом году пополнится активными абитуриентами ваш факультет, и вы можете сейчас к ним обратиться. Хотелось бы пожелать нашим абитуриентам, нашим будущим студентам, как мы надеемся, настраиваться на серьёзную работу, на изучение таких серьёзных дисциплин, как математика, физика, химия. Ждём к нам на факультет. Редактор субтитров А.Сёмкин